Две солдат. Недоношенный ребенок спецоперации пошел на повышение. Из пехоты в полпреды, с фронта на Урал. Это большая и важная работа. Урал, это реальных полномочий у полпреды нет. Это просто почетная такая вот должность для чиновника. Как Владимир Путин налаживает карьерные лифты своей новой элиты с детского сада? Кто-то говорит в пятилетнем возрасте, я хочу быть солдатом. Ну, берет там автоматы игрушечные, играется. Пока его совершеннолетние современники проваливаются на выборах. Кто, как и мы, мужики должны встать и защитить наше отечество и выполнить те задачи, которые стоят. Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о карьерных перспективах так называемой новой элиты, под которой Владимир Путин подразумевает участников своей войны против Украины. В перспективе участник СВО может стать президентом, я цитирую пресс-службу Кремля, молитвами Владимира Путина, читая указами, военные идут во власть. Так, бывший командир батальона «Спарта» и спикер парламента, так называемый и самопровозглашенный ДНР Артем Жога, поздним вечером накануне назначен полномочным представителем Путина в Уральском федеральном округе. Есть за что. Именно Жога в свое время призвал Путина на пятое книжение, простите, президентство, пятое де юре. Жога, как положено солдату, свою новую линию соприкосновения понял и принял. Я солдат, я буду работать и служить родине там, где я буду нужен на данный момент. Да, сейчас линия фронта у меня, линия боевого соприкосновения, это больше гражданская работа, но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие нашей страны, на поддержку нашей страны, на поддержку наших людей, я считаю, это и есть линия боевого соприкосновения. Это и наши врачи, и наши педагоги, наши военкоры, наши солдаты, наши даже школьники, которые пишут письма на фронт. Поэтому я понимаю, что это очень ответственная работа. На этой встрече в президентской резиденции Путин не без гордости перечислил всех своих ветеранов, пришедших во власть, а сегодня присоединился к чествованию лауреатов всероссийских конкурсов в сфере образования и как раз припомнил тех самых школьников, что, по словам Жоги, пишут письма на фронт, наверняка активно участвуют в разговорах о важном. Так вот, считает Путин, можно и нужно копать глубже, но в меру. У нас есть такое выражение, такие выражения, вот вы говорили, я пометил, вот впитал с молоком матери, или вот это усвоил с молодых ногтей. Кто-то говорит в пятилетнем возрасте, я хочу быть солдатом, ну, не знаю, берет там автомат игрушечный, играется, да, кто-то по-другому себя ведет. Но это же дети, понимаете, у них есть определенный уровень развития, и надо с детьми работать, исходя из этого уровня развития. Сама собой для наглядности этого дивного элитного мира напрашивается такая сегодняшняя новость. Суд в Петербурге отказался арестовывать участника войны в Украине, обвиняемого в педофилии, потому что он участник войны в Украине. Впрочем, давайте вернемся к президентской программе «Школа героев» успехом относительным участникам войны на муниципальных и региональных выборах, а также вспомним, кто такой Артем Жога подробнее в нашем сюжете. И я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах. Вот так Артем Жога в декабре прошлого года звал Владимира Путина на новый президентский срок, а вот он же на провластном митинге. И хотел бы вас попросить выразить поддержку российской армии, ребятам, которые сейчас на первых рубежах, на передовой, выразить нашему президенту Владимиру Владимировичу поддержку. 2 октября Артем Жога указом президента назначен полпредом в Уральском федеральном округе. На этом посту он сменил Владимира Якушева, который отправился на почетную ссылку в Совет Федерации. Жога – бывший командир батальона «Спарта» и спикер парламента так называемой ДНР. Вместе с сыном Владимиром он воевал на стороне сепаратистов с 2014 года, пишет издание агентства. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, которые гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны чудики. Тут тоже пускай, но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, вот нужно сформировать из этих людей. Жога стал участником первого потока созданной по инициативе Путина программы «Время героев». Наставником в обучении у него был глава администрации президента Антон Вайна. Но обучение Жога не закончил, пошел во власть уже после первого модуля. Как и еще девять участников программы, которые, не пройдя курс полностью, получили посты в различных органах власти. У шестерых звание Героя России, пятеро из обучавшихся и раньше работали во властных структурах. Помимо Жоги, на федеральный уровень вышли командир экипажа танка Юрий Нимченко и один из руководителей ЧВК Редут Минобороны Алексей Кондратьев. Они стали сенаторами. Однако, если Нимченко до войны был обычным трактористом, то Кондратьев служил в ГРУ, был мэром Тамбова и сенатором. Еще четверо ветеранов, так называемое СВО, будут работать на региональном уровне. Командир батальона «Черная Мамба» Игорь Юргин стал министром по молодежной политике Якутии. Когда я командовал роты, ни одного человека я не потерял. При 100% выполнении боевых задач. Это было три штурма, три населенных пункта. А так самое, я считаю, большое достижение – это создание отряда. Среди новой российской элиты офицер 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Норсултан Мусагалеев. Украинская разведка обвиняет его в расстреле мирного жителя в Буче. Теперь же он заместитель главы управления в Оренбургском министерстве региональной политики. Приехали из зоны СВО и говорят, что учитесь управлять государством. То есть не подстраиваться под систему, а делать ее лучше. Участники российской агрессии против Украины получили посты в администрациях Петербурга, Ставрополя, Нижнего Новгорода. Есть и те, кто пошел в госкорпорации, такие как РЖД. В программе «Время героев» сегодня обучается 83 участника. Лекции представителям новой элиты читают пропагандист Владимир Соловьев, помощник президента Владимир Мединский, министр иностранных дел Сергей Лавров. У многих слушателей это вызывает трепет. Я жене говорю, будет Лавров выступать. Она такая, в смысле, да ладно? Я говорю, серьезно? Мы просто любим этого человека, к нему такое уважение. Во власть идут и те, кто не учился по программе «Время героев». 3 октября сенатором от Алтая назначили 30-летнего ветерана Амыра Аргамакова. До этого он служил в Сирии, а потом и в Украине. А вот такой политический лифт, как выборы, пока не очень работает, констатирует издание «Верстка». На сентябрьских выборах 308 участников войны стали депутатами. Это меньше 1% от всех мандатов и выборных должностей. В региональных парламентах участники войны получили лишь 37 из почти 700 мандатов. Большинство стали муниципальными депутатами. От мелких сельских поселений до гордомы Челябинска. С минимумом полномочий. О степени важности нового карьерного вызова Артема Жоги перед эфиром мы поговорили с политологом Федором Крашениниковым. Во-первых, я думаю, что полупред президента на Урале – это не очень элитная должность. Я вот много лет жил в Екатеринбурге и помню нескольких полупредов. Один из которых был господин Халманских, вокруг которого тоже в свое время было очень много мифологии, что вот трудяги-работяги, новая путинская элита, товарищ Халманских тихо спился на посту полупреда президента на Урале, и где он теперь никому не интересен. Поэтому делать вид, что пост полупреда на Урале – это что-то очень важное, я бы не согласился с этим, потому что реальных полномочий у полупреда нет. Это просто почетная такая вот должность для чиновника. И насчет того, примет народ или нет, но давайте скажем честно, должность полупреда вообще никак не связана никаким образом с народом. В выборе полупреда, в назначении полупреда, в деятельности полупреда мнение людей вообще никак не учитывается. Это чисто назначаемая должность в администрации президента, и к народу он имеет такое же отношение, как любой другой чиновник администрации президента. Никакого. Поэтому я не очень понимаю, что значит, примет или не примет. Ну, еще один чиновник приехал, как приехал, так и уедет. Но исходя из сигналов и самого Путина, и его пресс-службы, и невзирая на провал на региональных выборах, можно предположить, что вектор взят уверенно. Поэтому, уважаемые зрители, сегодня мы хотим вас спросить, хотели бы вы, чтобы страной управляли так называемые ветераны, так называемой специальной военной операцией, тем более, что по их признаниям они активно этому учатся. Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире социолог Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Получается лишь, что пока единственный карьерный шанс, так называемые новые элиты, это назначение сверху. Но вот избиратели как-то не приняли новоэлитных кандидатов. Вы знаете, вообще вся эта затея путинская, формирование новой элиты из тех, кто прошел вот эту оккупационную армию, она абсолютно тупиковая. Просто это вытекает из того, что сама российская армия, это армия сформированная из такого, ну что называется, со дна. То есть это, в общем, сам человеческий материал, извините за такую циничную формулировку, он достаточно низкого качества. Просто, да, их пытаются сейчас приподнять, их пытаются тащить в вузы, их пытаются, значит, тащить к школьникам. Вот это, кстати говоря, это важная история, потому что это действительно растление малолетних, когда школы запускаются потоком. Вот здесь как раз Путин имеет определенный успех, потому что он запускает вот этот вот мутный поток уголовников и профессиональных убийц в школы, и это вот действительно имеет какое-то значение. А все то, о чем сейчас мы говорим, вот попытка создать управленческую элиту из числа участников этой войны, это абсолютно тупиковый вектор. Ничего из этого не получится и не получается. Вот обратили внимание, на какие должности здесь людей назначают? Сенаторы. Что такое сенатор? Это абсолютно пустое место, потому что в России, ну, это Совет Федерации, да? В России нет никакой федерации, и Сенат, так называемый Совет Федерации, это абсолютно такой аппендикс в органах власти, который ничего абсолютно не значит. И сенатор, это да, это просто вот такая вот синякура, куда направляют, назначают людей. Негодно, позвольте, но статус сенатора явно посерьезнее звучит, чем, например, полпред на Урале. Вы знаете, это на каких весах взвешивать? Я не уверен в том, что вы правы, потому что на самом деле статус сенатора, ну и что, ну вот сенатор, да, слово звучит, потому что оно берется из Древнего Рима, сенаторы есть в Соединенных Штатах Америки, но здесь-то сенаторы никем не избираются, здесь это назначенцы, это абсолютно... Ну, я уж не буду говорить о том, сколько... Я сейчас уже довольно давно отошел от непосредственного какого-то участия во внутренней политике России, но я просто помню хорошо расценки, которые кресло сенатора покупалось. И, в общем, были известны расценки, по чем стоит купить это кресло сенатора. Дело в том, что практически все, что вы только что перечислили, куда назначались, начиная с жоги и кончая вот этими людьми, которые получили кресло сенатора, ни один из этих постов не подразумевает какого-то непосредственного объекта управления. Когда говорят о том, что из них будут делать управленческую элиту, пока ни один из этих людей не получил конкретного объекта управления. То есть сенатор не имеет никакого объекта управления, он ничем не руководит. Постпред, полпред не имеет никакого объекта управления, потому что реальная управленческая политика осуществляется либо президентом, либо министрами федерального правительства, либо губернаторами, то есть главами администрации. Значит, полпред Уральского федерального округа не имеет никакой ответственности. То есть, ну вот происходит, например, наводнение в Оренбургской области. Кто-нибудь слышал, что за это наводнение понес какую-то ответственность полпред? Это, так сказать, субъект федерации, входящий в Уральский федеральный округ? Нет, конечно. То есть, это назначение людей, которые ничем не будут управлять. Поэтому я, и более того, это не случайно, понимаете, назначить Жогу, например, того же самого, извиняюсь за выражение, Жогу, назначить, скажем, министром федерального правительства, там, ну, давайте пофантазируем, например, если фантазии хватит, назначить Жогу, например, министром экономики или министром здравоохранения, или еще каким-то министром, у которого есть определенная зона ответственности. Или назначить его губернатором. Ну, это такая тяжелая история, обреченная на провал. Поэтому я думаю, что в целом формирование управленческой элиты из вот этих вот людей, она, эта идея закончится полным провалом. Что, собственно, и происходит. Даже когда их за уши тянут без экзаменов, просто направляют в престижные вузы. Я сейчас, у меня под рукой нет статистики, но значительная часть этих людей, которые просто их дети, их детей направляют в престижные вузы без экзамена, оставляя за бортом каких-то способных людей, они потом через какое-то время, ну, просто первую же сессию зимнюю, они сдать не могут. И поэтому вылетают оттуда. То есть это попытка создать элиту из абсолютно негодного человеческого материала. И здесь, конечно, понятно, что хочет Путин. Путин не случайно, когда говорил вот этот вот свой спич по поводу новой элиты, он противопоставил вот этих вот людоедов, из которых он собирается создать управленческую элиту, он противопоставил их вот этим голым вечериночникам, которые стали первой жертвой, так сказать, вот этой новой попытки Путина создать другую Россию. Понятно, что ему не нравится нынешняя Россия, которая ему досталась в качестве царствования. Ему не хочется управлять той Россией, которая по-прежнему отдыхает, которая по-прежнему не хочет воевать, которая по-прежнему, так сказать, сидит там в городах, сидят в ресторанах. Игорь, давайте как раз немножко глубже копнем, как нам и намекает Путин. Вот хочется вернуться к разговорам о важном, тем более, что вы отметили, что это как раз-таки имеет значение. А Путин намекнул сегодня, что стоит расширить как бы эти самые разговоры до детсадовцев, раз уж там в солдатики играют периодически. Он планирует взращивать, может быть, свою новую элиту с молоком матери. Это я цитирую его же сегодняшнего. Ну да, но здесь есть некоторая проблема. Да, действительно, он пытается растлить молодежь, он пытается создавать там Гитлерюгент, он пытается каким-то образом начинать растление молодежи действительно там с детского сада, с ясель и так далее. Но здесь есть две проблемы. Да, конечно, так сказать, испортить жизнь какому-то количеству детей удастся. Но две проблемы. Во-первых, если говорить о перспективах, то для того, чтобы все это начало играть какую-то политическую и социальную роль, надо, чтобы Путин процарствовал еще 20 лет. Ну, для того, чтобы вот эти вот, ну или там 18 лет, для того, чтобы эти дети в детском саду выросли, вошли во взрослую жизнь, конечно, так сказать, медицина творит чудеса. Но у меня есть очень сильные сомнения, что у Путина есть такой ресурс, такая перспектива. Это первое. Второе, я думаю, что событие, да, Россия, что называется, долго запрягает, но быстро едет. Это в том смысле, что в России изменения происходят всегда внезапно. Россия обычно линяет в три дня, ну или в два дня. Как это было в 17-м году, что отмечал Василий Розенов. Как это было и в 91-м году. Так что внезапно могут произойти резкие изменения. Поэтому то, что Путин сейчас закладывает в мозги в детском саду или там в школе, это может не сработать. То есть в результате люди окажутся совершенно в другой ситуации. Ну и, наконец, последнее. Дело в том, что вот эти разговоры о важном, эти уроки мужества, эти парты, так сказать, героев войны, это попытка сделать новый пантеон героев из тех, кого мы называем, ну условные Моторолы. Вот эти убийцы, из которых Путин пытается сделать героев. Я думаю, что в значительном случае, в ряде случаев это будет отторгаться. То есть мы хорошо помним, как вот на излете советской власти воспринималось все это, все это то, что пыталось... Игорь, давайте мы как раз это с вами немного позже обсудим. Мне очень хочется тоже с вами вернуться к сегодняшней России и крайне наглядно. Ведь после начала вторжения в Украину в России резко выросло число некоммерческих организаций военно-патриотического толка. В прошлом году таких зарегистрировали больше тысячи, что в два раза больше, чем двумя годами ранее выяснила новая газета Европа о том, как непрозрачно и на что именно расходуются эти средства, выделяемые для НКО, и как расширяется при этом пропаганда милитаризма, расскажет Илья Козин. Подарок в студию. Дрон приволок. В этом эпизоде «Поле чудес» участник войны России против Украины подарил бессменному ведущему программы Леониду Якубовичу сбитый украинский дрон, что точечно иллюстрирует масштабы военно-патриотической пропаганды в современной России. Однако это только верхушка айсберга. После вторжения России в Украину в два раза выросло число некоммерческих организаций военно-патриотического толка, пишут коллеги из «Новой газеты Европы» в своем новом «Дата-исследовании». За прошлый год таким организациям удалось собрать более 30 миллиардов рублей в виде добровольных взносов, пожертвований и частично бюджетных денег. Часто этими НКО руководят люди, связанные с политикой, депутаты и чиновники. Кто как не мы, мужики, должны встать и защитить наше отечество и выполнить те задачи, которые стоят. Это интервью с военным комиссаром Ленобласти Игорем Яниным выложено на телеграм-канале фонда «Ленинградский рубеж». В ленте еще очень много видео с патриотическими призывами. Этот фонд, который возглавляет помощник губернатора Ленобласти Виталий Будников, занимается сбором помощи для жителей Курской области, которые пострадали из-за войны. На сайте фонда сказано, что его приоритетная цель – это помощь участникам так называемой СВО и их семьям. Таких, аффилированных с властью ЗЭТ-фондов, 19% от общего числа ЗЭТ-НКО, подсчитало издание. И сегодня с нами руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Михаил Михайлович, вот про работу Народного фронта можно, кажется, говорить бесконечно. Михаил Кузнецов руководит другим ЗЭТ-НКО Народным фронтом. Организация собирает средства для борцов, охраняющих приграничные регионы России. Любопытно, что Кузнецов, на куртке которого нашита команда Путина, член Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при Путине. И, как пишет «Новая газета Европа», как раз на долю вот таких, связанных с властью военно-патриотических фондов, приходится 80% или более 24 миллиардов рублей от всех поступлений патриотическим НКО за прошлый год. ЗЭТ-НКО, связанная с пропагандистом Соловьевым, например, в 2023 году собрала более 600 миллионов рублей. При этом сам Соловьев формально не является руководителем фонда. Примерно 58% патриотических НКО занимаются именно сборами на нужды военных и армии. Небольшая часть, та самая верхушка айсберга, о которой мы говорили в начале сюжета, или около 7%, на патриотическое воспитание. Наличие руководителя близкого к власти обеспечивает таким НКО большие объемы средств в виде пожертвований, так как создается впечатление, что все официально. «Новая газета Европа» цитирует гендиректора Transparency International Россия Илью Шуманова. Кроме того, такие НКО используют так называемый админресурс для сбора денег. И, наконец, в карман к ним перетекают деньги обычных налогоплательщиков. Издание привозит пример Петербургского фонда «Победа», через который городские власти направляют деньги на восстановление Мариуполя. Издание отмечает, что НКО не обязаны устраивать открытые конкурсы и публиковать информацию о заключенных контрактах. Следовательно, их операции непрозрачны, а связанных с властью фондов может быть еще больше. Илью Шуманова цитировал наш корреспондент. При всем уважении к Шуманову и моему личному с ним знакомству, мне бы хотелось это отдельно уточнить. Игорь, а как вы думаете, с чем связан такой разброс по НКОшкам, которые теперь занимаются военно-патриотическим воспитанием и прочими смежными сферами деятельности? Может быть, это попытка оседлать повесточку и заработать? Может быть, исполнить указку сверху? Может быть, какой-то третий вариант? Как вы думаете? Да нет, но здесь все предельно просто. Идет гигантское бюджетное финансирование. Людям создаются кормушки, благодаря которым они, ничего из себя не представляя, просто на ровном месте могут зарабатывать деньги. Вернее, не зарабатывать, а грести эти деньги. То есть, отводить себе в карман бюджетные ручейки. Ну, все предельно просто. Никакого отношения к реальным процессам в обществе это все не имеет. Просто бюджет открыл, так сказать, какие-то денежные потоки. И вокруг этих денежных потоков возникло какое-то количество людей. Это все предельно-предельно просто. Но это примерно так же, как Путин сегодня просто покупает пушечное мясо. Платит по 2 миллиона рублей, там уже сейчас больше даже платит. Вот люди идут воевать. Это никакого отношения ни к патриотизму, ни к чему-то другому не имеет. Я полагаю, вы сомневаетесь в эффективности подобного вида пропагандистской деятельности. И да, вы сравнивали эту ситуацию с временами СССР. Насколько мы близки, мы, я имею в виду, те, кто в этом участвует. Те, кто это потребляет как зрители пропаганды. Те, кто видит наклейки «Записывайтесь на службу по контракту» и на выходе из метро. И на станциях железнодорожных. И где только угодно это не встречается, эти рекламы. Насколько все это сводится к тому, как это было в поздний период СССР, когда вот это преклонение, обязательство с преклонением перед рабочих крестьянским знаменем все-таки уже не имело особой искренности. Здесь в какой момент накопится критическая масса? И каким образом, если у вас есть подобные сценарии? Расскажите. Ну, во-первых, разница огромная. Разница связана прежде всего с тем, что в сегодняшней России, как в этой песенке пошлингой, поется «За деньги да». Вот «За деньги да». Так воевать не пойду, а «За деньги да». Так, значит, заниматься патриотизмом по утрам и вечерам не буду, а «За деньги да». Это очень просто. Сейчас деньги многое решают. Это первое. Что касается сценария, никакой конвертации отношения к власти, никакой конвертации в политическое поведение в сегодняшней России не имеет. Не существует сценария, когда накопляемое раздражение, негативное отношение, безразличие к власти может конвертироваться в какой-то социальный протест. Этого не будет. Слишком большое количество вооруженных людей сегодня защищают эту власть. За большие деньги. А вооруженных людей могут победить только другие вооруженные люди. Вспоминается ныне запрещенная исполнительница «Инстасамка», которую вы, случайно, я полагаю, процитировали. Большое спасибо. Игорь Яковенко, социолог, был с нами в прямом эфире на «Радио Свобода», с которым мы как раз таки обсуждали и новую элиту, и последние назначения в Кремле, которые случились накануне, и новый курс расширения, как минимум, курса разговоров о важном их аудитории потенциальной, которая так и напрашивается устами Владимира Путина, хоть и полунамеками. А тем временем 3,25% наших зрителей не хотели бы видеть на руководящих должностях, быть может, мэрами своих городов, какой-либо другой властной структуре, властной организации, участников российского вторжения в Украину. И при этом еще 10% наших зрителей, каждый десятый, предпочел бы сделать свой вывод уже по окончании боевых действий, по окончании войны. В любом случае, за этим мы будем внимательно следить, рассказывать вам, в том числе и о новых событиях, как, например, завтра в это же время вам о новых событиях расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны. Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения, подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное – «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода. Орг», «Сибриал. Орг» и «Севриал. Орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!